Приветствую зрителей моего канала. Сегодня третий выпуск краткого обзора фильмов о спортивной борьбе и о героях. Напомню, что я не являюсь профессиональным кинокритиком, а лишь рассказываю о просмотренном кино. Знай наших, СССР, 1985 год. Фильм снят на киностудии «Казахфильм» режиссером Султаном Ходжиковым. Эта картина не только о борьбе, а об отношениях, человеческих качествах и о людях. В сюжет положены некоторые факты из жизни казахского чемпиона мира по борьбе Хаджимукана Мунайдпасова и его дружбе с Иваном Поддумным. Кстати, факты эти достаточно свободно интерпретируются и смешиваются. По сложности, фильм правильнее было бы отнести к юношеским, но душевность и идеалистичность его пробирают до глубины. В фильме показывается жизнь и соревнования борцов. Очень сильно проявлены их типажи и следующее за ними качество. Особое место в фильме занимает сильнейшая плеяда актеров. В роли Хаджимукана – Алиухан Бекбулатов, который до этого работал трактористом. В роли Ивана Поддубного – Дмитрий Золотухин. Кроме них, отлично сыграли Александр Фуфачев, Федор Сухов, Александр Макаров, Елена Акифеева, Евгений Маргунов, Александр Панкратов-Черный. Также в фильме сыграл известный мастер спорта по классической борьбе Алексей Ванин, который успешно снялся во многих фильмах. А известного соперника Ивана Поддубного – Рауля де Буше – сыграл заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Саслан Андеев, двукратный олимпийский чемпион. Кстати, это его единственная роль в кино. Борцовские поединки не столь реалистичны, но зато полны драматизма и эмоциональности. Чрезмерная наигранность борцовских схваток не портит фильм, но в большей степени показывает характер борцов и раскрывает сущность спортсменов. Режиссер и его команда постарались, и фильм удался. Очень многие зрители высоко его оценят. Личная США, 2009 год. Драма режиссера Дэвида Холландера по рассказу Рика Муди «Особняк на холме». Сложный и глубокий фильм, который заставляет задуматься о вещах, с которыми в своей жизни сталкиваются далеко не все. В главных ролях снялись Мишель Пайфер и Эштон Кэтчер. Уолтер, 24-летний борец национальной команды по вольной борьбе, оставляет спорт и возвращается к матери после зверского убийства его родной сестры. Он очень тяжело переносит потерю и жаждет только мести. В суде параллельно проходит слушание по делу об убийстве мужчины, его пьяным другом. В воле случая Уолтер знакомится с женой убитого, и кроме общего желания мести, их начинает объединять и романтические чувства друг к другу. Линда, уже не молодая женщина, которую играет Мишель Пайфер, заботится о сыне Клея, ученике старших классов, который глухой от рождения и с неохотой говорит. Клею и до этого было непросто. Из-за его глухоты ему доставалось от других школьников, которые дразнили его и издевались. А после трагедии с отцом, Клей еще больше ушел в себя и стал непредсказуемым. Уолтер приводит сына Линды в секцию борьбы, и Клей там обретает краски жизни и чувство собственной полноценности. Фильм во многом тяжелый, но захватывающий. Хорошо показано, что чувствуют и переживают герои. Непредсказуемая развязка и еще более непредсказуемое будущее у вновь создавшегося союза. Картина не совсем о борьбе, хотя главный герой и борец. Сцены борьбы показаны минимально, но другого и не приходится ждать. Фильм не о спорте и не о спортивных достижениях. Фильм заслуживает очень высокой оценки. Он открывает новые горизонты, в нем можно многое увидеть и осмыслить. Непобедимый СССР 1983 год Режиссер Юрий Борецкий снял легендарный фильм, который навсегда останется в памяти тех, кто однажды его смотрел. По сюжету фильма, молодой красноармеец Хромов, находясь в командировке в Средней Азии, собирают приемы местной борьбы «Куреш», для того, чтобы на их основе создать новый и более универсальный стиль борьбы. Хромов – это прототип Анатолия Харлампиева, одного из основателей самбо. И хотя сценарий фильма не соответствует историческим фактам, фильм получился очень высококачественным по многим критериям. Главную роль безупречно сыграл Андрей Ростоцкий – известный актер и каскадер, трагически погибший при подготовке к очередным съемкам. Фильм не столько о борьбе, сколько о настоящем человеке, цельном, гармоничном, имеющем дело всей своей жизни, человеке, верящем в добро и борющемся за него, человеке, отстаивающем принципы справедливости и честности. И хотя фильм снят с политическим подтекстом, время было такое. Это никак не испортило картину. Фильм полон вкраплений мудрости и глубоких философских понятий и истин, о добре и зле, о наставнике и ученике, о вере и знании, о морали и нравственности, о страхе и познании себя, о пути и цели, о служении и эгоцентризме. В картине много глубокомысленных и лаконичных афоризмов, сжатых в одну фразу истин. Сцены борьбы показаны настолько профессионально, насколько позволяло время. Выделен широкий арсенал приемов и техники. Поединки поставлены ярко и динамично. В общем, это один из лучших фильмов о борьбе и о жизни. А в конце фильма звучит золотая фраза Анатолия Аркадьевича Харлампиева, которая касается каждого разумного человека. Каждый человек наделен огромным запасом творческих сил. Но у большинства людей они дремлют неразбуженными. Пробудить эти силы и есть наша самая главная задача. Анатолий Харлампиев Галамреза Тахти Иран, 2019 год Режиссер Бахрам Тавакали снял фильм о биранской легенде, великом борце Галамрезе Тахти. Скажу сразу, лично меня фильм захватил и глубоко впечатлил. Из тех фильмов о борцах, которые я видел, этот фильм один из самых сильных. И вот почему. Во-первых, картина рассказывает о реально жившем спортсмене, достигшем настоящих высот. Во-вторых, сам герой был человеком великой силы и великой души. Его по-настоящему боготворил иранский народ. В-третьих, жизнь Тахти так и осталась трагической загадкой для многих. Фильм повествует о жизни борца Галамреза Тахти, величие которого было не только в его спортивных победах, а в его величайшей отзывчивости и чувстве сопереживания буквально ко всем, кто нуждался или просил о помощи. А обращались к нему за помощью очень и очень многие люди. И он искренне отдавал все, что имел, и даже много больше. Поэтому после самоубийства он оставил за собой много долгов, которые брал совсем не для себя. Фильм показывает многие стороны жизни Галамреза, но оставляет часть его мира за кадром, чтобы зритель сам поискал ответы на некоторые непроявленные эпизоды жизни главного героя. Большой плюс фильма – это то, что снят он иранцами. Ведь передать атмосферу и флюиды наиболее правдоподобно может только страна-носитель. Страна-родина того героя или событий, о которых рассказывается. И хотя фильм задуман черно-белым, он прекрасно передает всю гамму красок иранской жизни того времени. Впечатляюще показан быт и жизнь главного героя и его окружения. Над сценами борьбы режиссер и его команда поработали более чем тщательно. Профессионально и детально показана борьба, тренировки и соревновательные поединки. Как видится, кроме характера и мотивов главного героя, создатели фильма старались донести до зрителя всю красоту и сложность спортивной борьбы. Всем рекомендую посмотреть эту трагическую картину о самом великодушном чемпионе-борце. На арене Лурих, СССР, 1984 год. Эстонское телевидение на телестудии Таллинфильм сняло ленту, которая рассказывает об эпизоде из жизни многократного чемпиона мира по борьбе Георга Луриха. Кроме того, что Лурих был великим борцом, он также был крайне разносторонне развитым человеком, сподвижником спорта и здорового образа жизни. Человеком, который внедрил научные методы в изучение и развитие спорта. О нем на нашем канале есть небольшой, но информативный ролик. Роль Луриха сыграл эстонский актер Тейну Луми, который выступал в чемпионатах Эстонии и Балтики по самбо и вольной борьбе, а также был председателем Федерации Тюдо Эстонии. Благодаря борцовской подготовке актера главной роли получилась высокая реалистичность техники борьбы, что, несомненно, украсило фильм, особенно в глазах любителей единоборств. В основе фильма реальные события – чемпионат мира по борьбе в Таллине 1910 года. В то время могло проводиться несколько чемпионатов мира в год разными организаторами. Кроме спортивных событий, картина раскрывает другие аспекты жизни. Личные отношения борца с окружающими людьми, попытка вовлечь спортсмена в политические интриги, испытания его шантажом и подкупом. Но главный герой фильма остается непоколебим в своих взглядах и личной позиции. В картине на совесть показана спортивная борьба. Четко выделены приемы, без профанации и упрощения. В фильме есть все – и тренировки Георга Луриха, и соревновательные поединки, и другие образцы противостояния за пределами борцовского ковра. Уверен, что многие найдут этот фильм интересным и более чем просто развлечением. Субтитры создавал DimaTorzok